Уже в 8 утра на строительной площадке работает техника. Экскаваторы роют котлован основания под фундамент школы. Грузовые машины вывозят грунт. На участке в площадью 27 тысяч квадратных метров построят образовательное учреждение – школу в четыре этажа. Школа большая, на 1100 мест. Школа, которая должна обеспечить фактически застройку императорские мытищи. Сегодня уже введено порядка 180 тысяч квадратных метров. Фактически под расчет как раз и есть эта школа. Школу мы получили от компании Гранель. Школа на 16 тысяч квадратных метров. Не такая большая, но сейчас фактически это типовые проекты, которые по Московской области уже реализуются. Официальный старт строительства школы в деревне Погорелки был дан в августе 2021-го, когда в Подмосковье одновременно в режиме ВКС с участием губернатора заложили капсулы в основании 25 школ. Правда, после торжественного старта к работам подрядчики приступили не сразу. К концу года, согласно графику, уже должен был быть фундамент. Вот этой школы мы ожидаем в 2023 году завершения строительства. Строители немножко начали с отставанием на месяц, но сегодня мы говорили с подрядчиком все вопросы, связанные с тем, чтобы это отставание наверстать. Компания опытная, имеет опыт строительства. Пять школ они в Московской области построили. Поэтому я думаю, что все будет успешно здесь. Школа возводится в рамках программы строительства социальных объектов в Московской области и финансируется из областного и муниципального бюджетов, а также с участием компании-застройщика. На площадке работают строители компании «Триумф». Подрядчик действительно серьезный. Больше 10 лет работает в Подмосковье. За это время порядка 50 социальных объектов они ввели в строй. На сегодняшний день у нас работает на площадке около 15 единиц техники, включая башенный кран. Значит, ограждена площадка. Все необходимые посовские проектные работы выполнены. Временные дороги, подключение площадки. И, значит, мы планируем до конца этого года залить фундаментную плиту на 50%. Но и отставания, которые двухнедельные присутствуют ввиду там мобилизационных, ну, первого этапа строительства, мы в январе это все наверстаем. Школа будет без бассейна, но с двумя спортивными залами, просторными кабинетами и коридорами. Что касается спортивных некоторых сооружений, это будет у нас спортядро большое, будет много красивых архитектурных форм, где можно будет заниматься спортом и отдыхать. Поэтому в этом плане школа полностью будет оснащена необходимым оборудованием и сооружениями. Согласно документам, эту школу должны сдать через два года. Но местные власти рассчитывают, что дети сюда смогут пойти еще раньше, уже с 1 сентября 2023-го. Сейчас в округе строятся еще четыре школы в разных микрорайонах муниципалитета. А здесь, в императорских мытищах, в ближайшее время начнутся возведения еще и детского сада. Юлия Федорененко, Денис Корнев, Первомытищинский.